поднимать легкий дух да им лучше ложные какие-то ценности указывать не те места исходящие этих ценностей вот из этой местности пришло три спасения руси три спасения вот значит первое это в 1378 году в пистяках поселился андрей ольгердович это князь из ляхов он должен был ляховским царем стать но за то что он с князями московскими связался его отец ольгерд лишил и дал своему сыну другому ягайло это право наследования а андрей сбежал сюда ему митрополит киприян дал вот эти земли митрополит кипри это были митрополитчей земли и он поселился в пистяках после сходил освободил своего брата дмитрия из стародубья и он поселился вот под мугреем там есть дмитровская значит это его брат дмитрий и да да вот это здесь андреевская есть а там дмитровская есть то есть этого это это все да это был и вот он поселившись там значит все его он должен был он из вообще-то был изгнан отцом своим с княжества с ой не псковская в общем хотел на новгородское княжество его там тоже напугали что ольгер перейдет разорит их его не взяли и он со всеми войсками перешел сюда вот сюда больше того к нему в 1378 году присоединился князь константин городецкий вот это сказание о граде китеже это же городец был вот их там татары погнали и они через волгу перешли оказались здесь они тоже вместе с князем этим поселились и что случилось в 1380 году на поле куликовом дмитрий московский привел 28 тысяч а андрей ольгердович дмитрием ольгердовичем значит под именами которые они получили строить сергийской лавре пересвет и ослябе потому что они не могли с братом своим воевать ягайло там шоу вместе с татарами как его братья они должны были отречься от этого братства вот они получили это имя они привели 60 тысяч причем называют железных воинов то есть они были в латах они по европейски были вооружены и это и у них и центр был и запасный полк их был ну 28 и 60 тысяч ну ну кто тогда помог победить татар да 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 вот они вот они пришли из нижнего ландиха вот вот они привели эти войска вот причем потом они оба брата вместе погибли опять же в в битве с татарами на реке ворсма вот ну суть не в этом второй раз пришли в 1413 году пришли татары громить владимир а там проживал митрополит фоки и вот митрополит фоки убегает сюда в нижний ландих и здесь стоит на коленях 40 дней молится о спасении руси вот это прям такое называется как стояние митрополита фоки и считают что он спас русь вот этим стоянием также как серафим саровский вот это второе спасение да ну и третье что мы сегодня рассказывали о дмитрий пожарская опять если отсюда пришла сила а он отсюда привел еще и свой отряд огромный это все войско пошло по ополчение пошло по волге по тому берегу а дмитрий-то пожарский с отрядом пошел на суздаль и он суздали еще собрал войска еще людей собрал да они к нему присоединялись а в это время значит воевода нижегородский алябьев захватил муром сел на владимирский престол значит захватил владимир и он освободил вот эту всю ту всю часть а дмитрий пожарский эту всю часть освободил по волге то есть вот так они всю эту как говорится к москве весь восток освободили прежде чем пришли в москву дату шульскими князьями вместе поэтому вот я считаю это третье спасение руси было тоже пришло с этой же местности но самое поразительное в этой местности никогда не было войны вот никогда вот вот представляешь вокруг текут реки крови южу всю вырезают лух весь вырезает кинюшку все вырезают балахне значит в заволжье в городце такие вот здесь нет а здесь никогда вот хранит как-то господь вот эту местность удивительно и все вот такие удивительные